Так. Микрофон. Солнце. Зря, что ли, я купила этот фигус. Просто супер. Итак, меня зовут Ника, и сегодня я бы хотела с вами поговорить про внутренний сексизм. Судя по статистике моего канала, примерно 70% из вас женщины, и это очень круто, потому что я хочу именно с вами поговорить. Так как я бы хотела, чтобы поговорили когда-то с собой. В детстве у меня были подруги, но я очень хорошо помню, что я воспринимала других женщин исключительно как конкуренток, и любила говорить, что я дружу преимущественно с мальчиками. Наверняка вы слышали это тысячу раз, потому что это очень популярное утверждение среди девочек говорить, что типа, ой, мне все эти женские штучки неинтересны, да, я люблю общаться с мальчиками, у меня вообще практически все друзья мальчики. Вот я тоже так говорила, и это очень тупо. Спасибо большое, феминизм, что я больше так не говорю и не думаю. Не любить косметику и вещи, которые в обществе традиционно считаются женскими, и любить вещи, которые традиционно считаются мужскими, например, спорт, это абсолютно окей. И наоборот тоже. Вещи и занятия не должны быть гендерно окрашенными. Все, кто угодно может заниматься чем угодно, и любой человек может любить розовый цвет, любой человек может любить возиться с техникой. Просто кто угодно может быть кем угодно. Но, если вы открещиваетесь от любой женственности, от любой женской дружбы, и считаете, что все женственное — это отстой, то это не что иное, как интернализованный сексизм. Или внутренний сексизм. Я интернализованный, почему-то всегда очень тяжело мне произносить. Интернализованный. Что это такое? Интернализованный сексизм — это сексизм, который сама ущемляемая группа усваивает и воспроизводит. И в этом нет вообще ничего необычного или странного, потому что сексизм в обществе как бы окружает нас всех, и его усваивают и воспроизводят в той или иной степени все. В том числе та группа, против которой он направлен. Когда женщина говорит «Ой, ну я же девочка, у меня женская логика» — это внутренний сексизм. Или то, что женщины более нежные из создания, или то, что они лучше знают, как справиться с ребенком, или то, что более какую-то сложную задачу на работе лучше поручить мужчине, потому что они более организованные и, не знаю, компетентные во всем. Все это из-за внутреннего сексизма, и от этого нужно избавляться. Почему? Потому что без этой хуйни в голове жить намного лучше, и класснее, и приятнее, и общаться с людьми тоже. Когда я стала постепенно вытаскивать все это из своей головы, у меня появилась куча подруг. Я перестала завидовать, стала больше поддерживать людей, я перестала стесняться себя, своего тела, своих увлечений, и просто всей своей сути. Не испытывать стыд за то, чем ты являешься — это охуенно. Так, фу. Мои советы вам. Вам может показаться, что некоторые из них немножко похожи на другие, но они разные. Перестаньте сравнивать себя с другими женщинами. Я не такая, как все, я не такая, как другие женщины. Нет, стоп. Ты тоже женщина. Ты классная? Окей. Другие женщины тоже классные. Поддерживайте женщин и восхваляйте их достижения. Когда вы поддерживаете женщин, то вы ничего не теряете. Вот, допустим, вы видите в ленте незнакомую девочку. Просто у нее внешность вашей мечты, работа вашей мечты, у нее образ жизни вашей мечты, и она всегда выглядит шикарно, и разговаривает очень складно. Не знаю, у нее супер классная музыка в виде запятых. Это супер грустно, но первая мысль раньше, и иногда даже сейчас, у меня — это зависть и попытки найти в ней какие-то минусы. Типа, где она проебалась? Где вот я круче ее? И это такой бред! В эти моменты я просто даю себе прям по щеке и такая — нет, нет! Она крутая, она молодец, она супер! И когда я себе как бы так делаю рациональное такое усилие, то меняется и эмоциональный респонс тоже. И я как бы действительно искренне за нее радуюсь и понимаю, блин, какая нахуенная. Просто поймите, что вам не нужно опускать других женщин, чтобы чувствовать себя лучше. Следующий совет — хватит ненавидеть женщин. Например, вы расстались с парнем, и у него новая девушка. И вот есть такая сексистская тема — сидеть со своими подругами и смотреть ее фотки. Вот вы ее не знаете, но смотрите ее фотки и просто обсуждаете, какая она страшная, гадкая, какая-нибудь там шлюха, что она с ней переспала. И это такой абсурд! Просто жесть! Вы же не знаете вообще этого человека. Почему вы автоматом только из-за того, что она его новая девушка предполагаете что-то плохое про нее? Чем она вообще виновата? Почему такой хейт на нее? Почему не хейт, например, на него? Допустим, он вас бросил. Блин, хейтите его! Почему ее нужно хейтить? Или еще что можно делать? Можно сталкерить женщину из ненависти к ней. Читать все посты и ненавидеть. Прям думать, господи, как ужасно! Показывать это своим друзьям, смотреть, как ужасно! Смотри, какая она ужасная! О боже мой! Я сама так делала с одним человеком. Сначала я, наверное, год периодически заходила на ее страницу, сталкерила, смотрела на фотки ее подмышек. Думала, блин, как тупо, как тупо! А потом такая просто... Эта женщина охуительная. Короче, не надо хейтталкерить и все такое. Просто stop hating. Start participating. Откуда это? Я не помню. Следующий совет. Анализируйте свои убеждения и последовательно избавляйтесь от сексизма. Я иногда на автомате что-то говорю. Вот прям произношу что-то и думаю, ой, нет, стоп. И вот этого не нужно стесняться, но нужно это как бы признавать. Нужно говорить, да, стоп, так, это сексизм, это не ок. Я беру свои слова назад. Совершать ошибки — это абсолютно нормально. Нужно просто признавать их, извиняться и двигаться дальше, и стараться их не совершать. Тут есть две вещи. Первое — взгляды меняются, и это нормально. Думать сейчас не так, как раньше. И второе — нельзя просто резко стать другим человеком. Особенно, когда сексистские вот эти штуки вдалбливались в тебя с детства. Не жалейте о своем прошлом. Я сама очень люблю этим заниматься и вспоминать, какие гадости я писала, какой ужасный блог я вела. Прошлого не вернуть, поэтому смысла мучиться никакого нет. Никто не рождается феминисткой, все мы социализируемся в одном и том же сексистском обществе, поэтому просто chillax — это в прошлом. Главное — то, какой ты человек сейчас. Следите за тем, что вы говорите и пишете публично. Все, что вы делаете публично, становится частью дискурса и меняет какие-то нормы и представления в обществе, даже если это общество только вокруг вас. Допустим, вы делаете пост, как вас бесит макияж, как вы устали краситься, долой макияж, долой патриархат. Окей, для вас избавление от косметики — это метод избавления от сексизма в вашей жизни. Но так ли это для всех? Нет. Например, транс-женщине косметика помогает чувствовать себя увереннее и безопаснее. Или еще какая-нибудь женщина может краситься очень ярко и таким образом бороться со сладшеймингом. То есть говорить, что да, я накрашена очень ярко, но вот я сижу в офисе, как бы и выполняю очень сложную работу. Важная мысль интерсекционального феминизма в том, что не существует единого женского опыта, поэтому не существует единого решения для всех проблем. Поэтому вместо того, чтобы бороться с косметикой и бить женщин, которые красятся палкой, нужно защищать право женщин на свободное распоряжение своим телом и своей внешностью. Не надо стремиться всем понравиться. Этот совет можно, в принципе, давать людям вне зависимости от гендерной идентичности, но женщинам особенно, потому что женщин воспитывают так, чтобы они были милыми, комфортными и удобными для всех. Мальчикам можно вести себя громко, активно, сердито, но девочки должны себя вести прилежно. Ты же девочка, ты должна подавать пример. Во взрослом мире то же самое. Если мужчина сердится там на работе, то это всегда по какой-то рациональной причине. Если женщина сердится, то она истеричка и у нее месячный. Если мужчина там на работе с кем-то ссорится, то он твердый, он берет ситуацию в свои руки, а если женщина это делает, то у нее недотрах. Феминисткам тоже советуют всегда быть более покладистыми, более вежливыми, как-то более милыми, излагать свои мысли в более таких милых формах. Ну, например, извините, пожалуйста, дорогие мужчины, вас не затруднит не насиловать нас, или извини, пожалуйста, я очень не хочу тебя обидеть, прости, ты очень хороший, но не мог бы ты, пожалуйста, не травить меня в интернете, не сливать мои голые фотографии без разрешения, после того, как мы расстались, из-за того, что ты меня изменил. Возможно, что-то такое имеется в виду, я не знаю, это такой абсурд. Не бойтесь быть громкими и сердитыми, не бойтесь кому-то не понравится. Посмотрите на этих людей, которым вы не нравитесь. Хотели бы вы быть человеком, который им нравится? Пожалуйста, просто вот задумайтесь над этим. Просто я иногда грустила то, что вот, есть люди, которым я не нравлюсь, но потом я поняла, что они такие отвратные и гадкие, что это хорошо, что я им не нравлюсь. Это значит, что я все делаю правильно. Окей, идем дальше. У меня разрядилась камера, поэтому я продолжу с телефона. Короче, радуйтесь своей женственности. Сейчас объясню, что я имею в виду. В текущей системе маскулиность это то, что ставит цисгендерных мужчин в привилегированное положение. Но это не значит, что все представления о маскулиности хорошие, а все представления о феминности плохие. Вот есть чувак в вашей школе, которого все парни уважают и боятся, и все девочки его хотят, потому что весь он такой плохой парень. Он качок, и всех несогласных он после школы пиздит. Потом он находит какую-нибудь девушку, они женятся, и она радуется, что она нашла себе настоящего мужика. Он ее пиздит, потому что он... у него эмоциональный интеллект ложки, и он не умеет решать проблемы больше вообще никак в коммуникации, кроме как кулаками, как настоящий мужик. Плюс он там ей изменяет с кучей женщин, потому что как бы чем больше баф ты трахаешь, тем круче ты мужик. И она несчастная и не понимает, блин, она же нашла настоящего мужика, но что же это такое? Он ужасный. А она, например, еще там ведет себя как настоящая женщина, рожает кучу детей, в итоге просирает свое здоровье. Не знаю, ей не нравятся дети, у нее ничего не получается, и она несчастна. В общем, оба проживают абсолютно несчастную хуевую жизнь, хотя оба ведут себя традиционно феминно и традиционно мускулино. Каким традиционно женственным вещам можно в себе радоваться? Например, развитым эмоциональным интеллектом и эмпатией. Из-за того, что женщин с детства учат обслуживать других, прислушиваться как-то, анализировать чужое эмоциональное состояние, быть более эмоциональными, не скрывать особо свои эмоции. Там можно плакать, когда больно или когда-то счастливо. Из-за этого женщины, на самом деле, проживают более полную эмоциональную жизнь. Как бы быть эмоциональным — это неплохо. Как бы это круто — посмотреть на закат и расплакаться, или посмотреть на какого-нибудь песика и расплакаться от счастья, какой он хороший. И это круто — уметь сопереживать своим друзьям и каким-нибудь незнакомым людям. И вообще, как бы, эмпатия — это просто... Короче, эмпатия — это классно. И да, эмоциональность женщин используется как инструмент для угнетения, как причина как-то относиться к женщинам хуже. Но вне этой системы эмоциональность — это круто. Последнее, что я хотела сказать про внутренний сексизм — это то, что люди, когда только начинают про это всё узнавать, и когда начинают интересоваться феминизмом, то часто первое то, что они начинают замечать и говорить — это то, что женщины тоже воспроизводят сексистские стереотипы. Значит, женщины тоже виноваты в том, что у нас везде есть сексизм. Так вот, не надо, пожалуйста, так делать, потому что вы таким образом перекладываете ответственность за угнетение на угнетённую группу. Как бы нам и так досталось. Вот. Спасибо большое, что посмотрели моё видео. Любите других женщин, уважайте друга, поддерживайте, потому что, не знаю, здесь всё очень классно в этом мире, где все друг друга поддерживают и где женщины друг с другом дружат. В общем, целую щёчки, если можно, и еду в YouTube, потому что я что-то уже опаздываю, всё, я вызываю такси. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok